Откуда взялся Старый Новый Год и где его отмечают? Что такое Старый Новый Год? Почему этот праздник до сих пор существует? В каких странах он еще актуален? 24 января 1918 года в Советской России Совет Народных Комиссаров решил догнать прогрессивный мир и перейти с архаичного ильянского календаря на Григорианский. В этот же день был сформулирован и принят соответствующий декрет. Спустя два дня, 26 января, его подписал Ленин. Перейти на григорианский календарь большевики пытались еще с ноября 1917 года, но не могли договориться о форме перехода. Обсуждения сводились к двум проектам. Согласно первому из них, предполагалось переходить на новый календарь в течение 13 лет, отбрасывая каждый год по 24 часа. Второй проект, за который выступал Ленин, предполагал одномоментный переход, что в итоге и произошло. В целях установления в России одинакового почти со всеми культурными народами исчисления времени Совет Народных Комиссаров постановляет ввести по истечении января месяца сего года в гражданский обиход новый календарь. В силу этого первый день после 31 января сего года считать не первым февраля, а 14 февраля, второй день считать 15 и так далее, говорилось в тексте декрета. А уже в ночь с 13 на 14 января 1919 года у советских граждан появился дополнительный повод для того, чтобы выпить, ведь новый год по новому стилю они уже отметили, а старый стиль по-прежнему использовался церковью и до конца забыт не был. Таким образом, традиции праздновать старый новый год нет и 100 лет. В Украине, Белоруссии в этот день отмечают щедрый вечер, который включает в себя празднования, гуляния и гадания. Кроме того, старый новый год отмечают и в странах, входивших в состав Югославии. Особенно активно это делает в Сербии, Македонии, Косово, Боснии и Дерцеговине, а также в Черногории, где церковь использует юлианский календарь. В Уэльсе также существует аналог старого нового года – фестиваль Хенгала. Он проводится в долине Гвон и символизирует начало нового года по юлианскому календарю. В этот день дети ходят по домам и получают подарки. В Швейцарии старый новый год носит название «Старый день святого Сильвестра». Этот праздник отмечает преимущественно немецкоязычное население швейцарских кантонов. Праздник является следствием народного неприятия перехода на григорианский календарь и в ходе реформации. Наконец, отмечают Старый Новый год и в Северной Африке. Делают это берберы, правда для них. В отличие от европейцев, это самый настоящий Новый год. Ведь берберский календарь, по сути, представляет собой не очень грамотную кальку с юлианского. Праздник они отмечают 12 января. Всех вас поздравляем со Старым Новым годом. Не забудьте подписаться на наш канал. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»! 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 Субтитры подогнал «Симон»!